Здравствуйте! Выходные уже близко, а значит пора составлять планы, поэтому прямо сейчас все о самых интересных мероприятиях на ближайшие дни. В доме чиновника Суханова новая выставка. Представлено 17 авторских работ Владлена Камовского из фондов музея имени Арсеньева к 80-летию художника. По информации сайта музея, живописец был участником выставок в Приморском крае, по многим городам России и Японии. А на спортивной набережной с 4 по 6 августа в рамках фестиваля Верокс пройдет творческая ярмарка «Креативспот». Вход для всех посетителей свободный. Уже в пятый раз во Владивостоке пройдет фестиваль Верокс. С 4 по 6 августа на спортивной набережной и других площадках выступят более 300 музыкантов со всего мира. Будут кинопоказы, образовательная и спортивная программа, в том числе музыкальный забег. Двухкилометровый маршрут начнется от мыса Бурна и завершится на набережной спортивной гавани. Тем временем в выставочных залах «Арт-этаж» отгремит другой музыкальный фестиваль «Арт-этаж. Монтаж». Проект включает в себя культурные мероприятия, направленные на популяризацию выставочных пространств и поддержку творческих инициатив города Владивостока. Программа имеет широкий культурный диапазон от просветительских лекций и мастер-классов до концертов и мультимедийных шоу. А на Приморской сцене Мариинского театра продолжается свой фестиваль. В этот свод дают рахманиновский цикл под руководством дирижера Валерия Гергиева. Начало в 20.00. А еще 5 августа пройдет финал конкурса красоты от 8 канала «Мисс Санрайз». Мероприятие состоится на панорамной площадке с видом на Золотой Рог на здании морвокзала по адресу улица Нижнепортовая, 1. 8 красавиц поборются за главную корону и звание «Мисс Санрайз-2017». По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефону 2777-333. В рамках выставки «Советский дизайн 1950-1980» каждые выходные с 5 августа по 3 сентября в Центре современного искусства «Заря» проходит специальная программа кинопоказов, посвященная истории средового дизайна и архитектуры 20 века. Начало в 17.00. Посещение бесплатное. А церковь Святого Павла приглашает всех желающих на вечер классической музыки и публичные концерты. На этом пока все. Приятных вам выходных и до встречи на вас!